Леонид Ильич Брежнев На Днепре стояло прежде село Каминское, родина Леонида Брежнева. Так она выглядела в год его рождения. Те же места сегодня. Село стало крупным промышленным городом Днепродзержинского. Такие перемены характерны для всей страны. Поколение, которому принадлежит Леонид Брежнев, своими руками создавало не только свою судьбу, но и новую судьбу страны. Биография генерального секретаря типична для русских коммунистов его поколения. Здесь прошло его детство. Отец был рабочим на металлургическом заводе. Великая Октябрьская революция в России произошла, когда Леониду Брежневу было 11 лет. По семейной традиции в 15 лет он тоже становится металлургом. В 25 лет рабочие коммунисты приняли его в партию. Вскоре после революции в бывшем селе открывается индустриальный институт. Студенческая газета того времени писала, откуда у этого человека столько энергии и трудоспособности. Все годы учебы в институте он продолжал работать на заводе, вел партийную работу и лучше всех защитил диплом. Инженер Леонид Брежнев обещает дать многое. Автор тех строк не ошибся. Вскоре земляки избирают Леонида Брежнева, заместителем председателя городского совета. Это были годы бурного промышленного развития всей страны. Еще через два года коммунисты избирают молодого инженера, руководителем областной партийной организации. Приднепровье становится одним из главных индустриальных районов страны. Гитлеровский фашизм ворвался на нашу землю, опьяненный победами в Европе. Это были дни тяжелого народного бедствия. Леонид Брежнев с первых дней войны на фронте. Он был офицером 18-й десантной армии. Эти кадры сняты во время героической обороны Малой Земли, плацдарма на берегу Черного моря. Полковник Леонид Брежнев был одним из руководителей этой героической обороны. Однажды катер, на котором он шел, подорвался на мине. Только случай спас его от гибели. Леонид Брежнев был одним из тех, кто подготовил и осуществил знаменитый десант в Новороссийск. Крупный город и порт был взят семидневным штурмом суши и моря. Личная отвага и сердечность, умение поддержать человека в трудную минуту, это привлекало к нему сердца солдат и матросов. Город-герой, Новороссийск, 30 лет спустя. Места легендарных боев. Наш священный долг, сказал Леонид Брежнев, в том, чтобы не только мы с вами, но и наши дети и правнуки не знали больше, что такое война. Генеральный секретарь по поручению Президиума Верховного Совета СССР прикрепляет золотую звезду к знамени Новороссийска. Посмотрите на происходящие уже в наши дни встречи ветеранов, и вы поймете, какое священное братство навсегда связало этих людей не раз в годы войны глядевших смертью в глаза. С героем Советского Союза Леонидом Брежневым встречаются бывшие однополчане. Это теперь традиция. Но тогда, более чем 30 лет назад, перед ними еще был далекий и трудный путь к победе. От Новороссийска на юге России, шаг за шагом отбивая у врага землю Украины. Через перевалы Карпатских гор в Польшу и Чехословакию, вместе с советскими солдатами, принесшими мир Европе, прошел Леонид Брежнев. И именно тогда крепла в нем убежденность, что эта война должна быть последней мировой войной. Весна 1945 года. Встреча на Эльбе. В те дни, когда солдаты советской армии встретились с солдатами союзных армий, генерал Брежнев участвует в разработке заключительных операций войны по освобождению Чехословакии. В числе самых заслуженных генералов он в строю парада победы в Москве. Леонид Брежнев закончил войну 38-летним генералом, кавалером высших военных орденов, но не остался профессиональным военным. Он возвращается туда, где работал до войны, в родное Приднепровье. Брежнев избран одним из секретарей Центрального комитета КПСС, членом Президиума Центрального комитета. Ему поручается организаторская работа в области развития советской космонавтики. Полет Юрия Гагарина на корабле «Восток» в 1961 году был праздником всего человечества. Как отмечают советские специалисты, Леонид Брежнев вложил много труда в организацию полета первого человека в космос. Он был удостоен за это звание Героя Социалистического Труда. Из рук Леонида Брежнева, который был в то время председателем Президиума Верховного Совета СССР, получил свою высшую награду «Первый космонавт планеты». Шаг за шагом человечество движется в космос. Но главной нашей заботой остается родная планета и жизнь человека Леонида. Еще в 60-х годах Коммунистическая партия Советского Союза разработала широкую экономическую программу дальнейшего постоянного повышения благосостояния народа. «Все для человека» – девиз этой программы коммунистов. Осуществление этой экономической программы, воплощаемой в планах советских пятилеток, требует больших усилий народа и постоянной организаторской работы партии. Леонид Брежнев, избранный в 1964 году на высший партийный пост, со всем присущим ему темпераментом, энергией и организаторским талантом, руководит этой работой. Он в постоянном общении с людьми. Его можно встретить у трактора-строителей Украины, а через некоторое время он уже на строительстве крупнейшей гидростанции в горах Средней Азии. Большой жизненный опыт позволяет ему находить общий язык со всеми. Ему близки и понятны заботы земледельцев в Сибири. Его интересует все, что касается жизни людей. Он один из инициаторов широких работ по мелиорации земель. Много энергии и труда вложил он в программу освоения целинных земель. Техника — область особых интересов инженера Леонида Брежнева. Морские нефтяные промыслы в Азербайджане. Советский Союз располагает крупнейшими на нашей планете запасами черного золота. Почти ни одна выставка зарубежной техники не остается без внимания генерального секретаря. Он нередкий гость у авиационных конструкторов. Авиация для нашей страны больших расстояний — важный вид транспорта. Если сегодня совершить путешествие по огромной советской стране, то внимательный путник отметит — повсюду в центре внимания новый пятилетний план. Его проект был выдвинут Центральным комитетом КПСС, которым руководит Леонид Брежнев. Проект был опубликован и широко обсуждался всеми тружениками страны. Продолжить и расширить стройки, многие из которых за свои масштабы уже получили название «Строек века» — успехи предыдущих пятилеток, позволяют стабильно и динамично продолжать развитие производительных сил страны. Национальный доход снова должен увеличиться больше, чем на четверть. На что планируется израсходовать эти поистине колоссальные средства? Коммунистическая партия предлагает направить их в основном на дальнейшее повышение уровня жизни народа. Реальные доходы на душу населения вновь увеличатся более, чем на 20%. Улучшить условия жизни и труда во всех аспектах, включая сюда качество и разнообразие товаров потребления, жилищные условия, еще более широкую возможность отдохнуть соответственно своему вкусу. Все это включает в себя новый план. Естественно, что он был принят с энтузиазмом всем советским народам. Каждый из советских тружеников постоянно отдает себе отчет в том, что его труд множит богатство социалистического общества и его самого. Поэтому любой труд почетен. Эти люди, которые сегодня стали почетными гостями генерального секретаря, совершили в своей жизни один, но великий подвиг. Они были лучшими рабочими первых пятилеток, были инициаторами нового отношения к труду, как к творчеству, высшему проявлению способностей человека. Генеральный секретарь Брежнев принадлежит к тем политическим руководителям, которые видят основу всех свершений в человеке, в его конкретных делах и мыслях. Он сам не только свидетель, но и участник подвигов и испытаний, сквозь которые прошли в годы мира и войны миллионы советских людей. В своих выступлениях генеральный секретарь всегда подчеркивает значение подвига народа. Наш народ, наш советский строй одержали здесь, на Волжских берегах, великую победу. Здесь, нашей советской родине, пришлось выдержать одно из самых тяжелых испытаний в своей истории. Здесь, на Мамаевом кургане, где, как говорят, в конце боев было больше металла, чем земли, все мы думаем о стойкости нашего народа, обо всем, что он перенес, не дрогнул духом, не усомнился в победе. Не раз бывало так, что на решающих поворотах истории наша страна, отстаивая свою свободу, спасала от подрабощения другие народы. Так было, когда советская армия своим беспримерным мужеством спасла человечество от самой большой опасности, которая ему когда-либо угрожала от коричневой чумы фашизма. Вот эти люди шли сквозь войну, теряли друзей и близких, поднимали из руин города, а теперь уверенно ведут свою страну к процветанию. Они составляют основу 15-ти миллионной партии коммунистов Советского Союза. По уставу партии раз в пять лет делегаты, избранные партийными организациями всей страны, собираются на съезд партии. Эти кадры сняты во время предыдущего, 24-го съезда партии. Генеральный секретарь выступает с отчетом о работе, программой на будущее. Товарищи делегаты, дорогие гости, со времени 23-го съезда Коммунистической партии Советского Союза прошло пять лет. Это были годы напряженного труда нашего народа. Притворяя в жизнь планы намеченной партии, советские люди добились крупных успехов на всех основных направлениях коммунистического строительства. Это были годы, когда наша социалистическая экономика сделала новый большой шаг вперед. Советский Союз и братские социалистические страны внесли большой и активный вклад в борьбу за мир и безопасность народу. Каждый съезд партии становится вехой на пути развития нового мира социализма. На 24-м съезде Леонид Брежнев выступил с программой мира. В основу ее был положен ленинский принцип. Страны с противоположным строем могут и должны мирно сосуществовать и сотрудничать в области экономики. Программа эта реальна, ибо она разработана с учетом возросших сил социализма. Визиты генерального секретаря в социалистические страны помогают укрепить их единство в борьбе за мир. Это встреча в Венгрии. Постоянный дружеский обмен мнениями с руководителями социалистических стран неотъемлемая часть его большой работы. Прага 1970 год. Здесь Леонида Брежнева встречает всегда особенно сердечно. Люди помнят, что он участник освобождения Чехословакии от фашистов. А в небольшом городе Словакии Требешеве люди хорошо знают советского генерала Брежнева, которому тогда в радостный день освобождения они передали как символ дружбы знамя первых коммунистов города. Эта женщина Мария Капташкова хранила знамя в годы фашистской неволи с риском для жизни. Я от всего сердца благодарю товарища Брежнева. Желаю ему крепкого здоровья. Он так много делает для укрепления мира во всем мире. Все ему за это благодарны. Я бы его обняла, но жаль он далеко. Но я обязательно пошлю ему фотографию, как мы хорошо теперь живем. Сбылось все, о чем он говорил тогда на митинге в день освобождения. Май 1973 года. Леонид Рич Брежнев в Варшаве. Каждый из ответственных шагов в международной политике Советский Союз предпринимает в тесном сотрудничестве со своими друзьями и союзниками социалистическими странами. И каждый раз в сердечности, с которой люди встречают генерального секретаря, отражается одобрение и поддержка политики Советского Союза всех социалистических стран. Эта политика несет мир и спокойствие на европейские континенты. 30-летие народной Польши, сказал товарищ Герак, это торжество социализма. Я обращаюсь к вам, товарищ генерал Брежнев, как к участнику освободительного марша Великой Красной Армии. Передайте советским ветеранам Второй мировой войны и семьям павших солдат благодарность нашего народа за их героические подвиги и их жертвы. Дорогие товарищи и друзья, горячий привет вам и сердечные поздравления от 15 миллионов коммунистов Советского Союза, от всех советских людей, которым близка братская Польша, которые любят ее, видят неверного друга и союзника. О себе скажу, что был и остаюсь солдатом, солдатом мира. Берлин, столица Германской Демократической Республики. Путь от аэропорта Шонефель всего 20 километров, но у советских гостей он занял два часа. Лучшие сыны Германии мечтали о дружбе между нашими народами. Эти мечты осуществились в век социализма. Это учение, несущее человечеству мир и свободу, торжествует теперь во многих странах. Куба, первая социалистическая республика западного полушария. Леониду Грежневу, как и всем советским людям, хорошо известен нелегкий путь борьбы, которой прошел кубинский народ. Кубинский народ В энтузиазме этой встречи слилось все. и гордость кубинцев своей победой, и благодарность за постоянную солидарность и поддержку, и радость по поводу приезда высокого гостя. Об этом говорил Фидель Кастро. Наш народ с энтузиазмом собрался на этот гигантский митинг, чтобы выразить вам, товарищ Брежнев, и сопровождающим вас, руководителем партии правительства СССР, наше чувство дружбы, любви и уважения к великому советскому народу. Генеральный секретарь постоянно уделяет большое внимание развитию отношений со странами, освободившимися от колоняльной зависимости. Встреча в Индии, говорит премьер-министр Индира Ганди. Я имею честь горячо приветствовать вас, генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев, выдающегося лидера великой дружественной страны с прибытием в нашу страну. Многое изменилось в Индии и в мире со времени вашего последнего посещения нашей страны 12 лет тому назад. Но что осталось постоянным и расцвело за это время, так это наша дружба. Уважаемая госпожа премьер-министр, дамы и господа, дорогие друзья, вступив на землю Великой Индии, я рад передать вам, уважаемая господа Индира Ганди, вашим коллегам в правительстве, всему дружественному индийскому народу сердечный привет от руководства Коммунистической партии Советского Союза, Советского государства, от миллионов советских людей. Будет закрепнуть и развивается дружба и тесное сотрудничество между Советским Союзом и Индией. Дружба и тесное сотрудничество это, по мнению генерального секретаря, главное, что должно определять отношения между странами социализма и государствами, освободившимися от колониальной зависимости. Высок авторитет Леонида Брежнева среди всех, кто стремится действительно упрочить мир на земле. На Всемирный Конгресс миролюбивых сил в Москве собрались представители более чем тысячи политических партий и организаций из 140 стран. От имени 250-миллионного советского народа от имени его коммунистической партии и советского правительства позвольте мне заверить вас, что забота об упрочении мира является одной из главнейших задач нашего государства. Мы заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке установил действительно прочный и справедливый мир, чтобы были обеспечены безопасность всех стран и народов этого района. Их право спокойно строить свою жизнь, как они этого хотят. АПЛОДИСМЕНТЫ Советский Союз проводил такую политику, будет проводить ее и впредь. АПЛОДИСМЕНТЫ Задача, как мы считаем, в Советском Союзе состоит в том, чтобы сделать достигнутое на решающих направлениях развития международных отношений разглядку напряженности явление стойким, прочным, более того, необратимым. 1974 год. Встречи с канцлером Федеративной Республики Германии господином Шмидтом подтвердили, что взаимопонимание между нашими государствами развивается успешно. Во время встречи с премьер-министром Великобритании Гарольдом Вильсоном генеральный секретарь подчеркнул важную мысль разрядка напряженности должна быть наполнена конкретным материальным содержанием. Хороший опыт такого сотрудничества накоплен в отношениях между Советским Союзом и Францией. Генеральный секретарь не раз бывал в Париже, не раз принимал у себя руководителей Франции. И каждый раз после таких визитов и переговоров отношения между нашими странами поднимались на новую ступень. Расширялось сотрудничество и культурные обмены. Замок Рамбуе резиденция президента Франции. Новая рабочая встреча с Жискаром Дестеном снова продемонстрировала, что отношения между нашими странами развиваются в верном направлении. Этот поезд на верной дороге к миру. Так можно было сказать во время Владивостокской встречи Леонида Брежнева с президентом Соединенных Штатов Джеральдом Фордом. Для переговоров использовался каждый час. Много еще предстоит уточнить, выяснить. Но за последние годы в результате постоянных контактов генерального секретаря с американскими руководителями всем стало ясно, что улучшение отношений между СССР и США благотворно влияет на всю международную обстановку. Это нелегкое дело находить взаимоприемлемые решения при различных взглядах и идеологии. Но опыт показывает, что это дело возможно и оно будет продолжаться. Принципы коррективного руководства в КПСС таковы, что генеральный секретарь в своей деятельности отчитывается перед членами политического бюро Центрального комитета, в состав которого входят руководители правительства, крупнейшие политические деятели СССР. Сердечность, с которой встречают Леонида Брежнева товарищи по партии, наглядное подтверждение того, что и на этот раз они одобряют итоги его поездки. Конечно, деятельность такого масштаба оставляет человеку мало свободного времени. В такие часы его тянет к природе. Я люблю охоту с юных лет и не бросаю этого спорта. И теперь, когда есть возможность, то я считаю лучшим отдыхом для себя побыть в лесу или на реке, пострелять. Это доставляет мне и удовольствие, и служит хорошим отдыхом. Мы мало знаем о ваших детях и о ваших внуках. Расскажите, что-нибудь. Старшему Леониду 14 лет, он учится в средней школе. Младшему 10 лет, он тоже учится. Ну, естественно, как все деды и бабушки и дедушки, я очень люблю своих внуков. Симпатичные ребята, самые лучшие так это мои внуки, да, все говорят. И я чувствую душой, что любят дедушку. Впрочем, охота не единственный вид спорта, который интересует Леонида Брежнева. Эти кадры запечатлили его встречу с советскими фигуристами, чемпионами мира и Европы Ириной Родниной, Александром Зайцевым на высокогорном катке Медео в Казахстане. АПЛОДИСМЕНТОМ Огромный практический опыт Леонида Брежнева, партийного и государственного деятеля, систематизирован и обобщен в книгах, которые большими тиражами издаются и в СССР, и за рубежом. В них содержится история становления развитого социализма. Поэтому они имеют не только практическое, но и большое теоретическое значение для всего международного коммунистического движения в целом. Генеральный секретарь уделяет самое серьезное внимание развитию отечественной науки. В день, когда Академия наук нашей страны отмечала свое 250-летие, генеральный секретарь был почетным гостем советских академиков. Весь советский народ отмечает этот юбилей как большой праздник национальной культуры, как всенародный смотр достижений советской науки. Юбилей Академии наук воспринимается у нас как событие общенародного значения. Социализм и наука неразделимы. И в этом одна из причин победы социализма. Животворный источник технико-экономического и социального прогресса, роста духовной культуры народа, его благосостояния – вот что такое для нас наука сегодня. Эту мысль о научной основе социализма для строительства нового общества генеральный секретарь стремится подчеркнуть всегда. Не так много времени прошло со дня полета Юрия Гагарина, но человечество уже шагнуло далеко вперед. Полет кораблей «Союз» и «Аполлон» открыл захватывающую перспективу. Народы разных стран могут и должны объединить свои силы и возможности для штурма Вселенной. Генеральный секретарь встречается с первым международным космическим экипажем. Символический дар. Эта пластина с эмблемами кораблей была соединена из двух частей в единое целое на орбите. Леонид Брежнев на этой встрече был искренне рад и взволнован, как каждый человек, которому посчастливится увидеть плоды труда, в котором сам принимал участие. Субтитры создавал DimaTorzok The last century that we live in brought us very great joy. Both American cosmonauts mastered the flies to the outer space. Both yours and ours, pilots also were there. но самое, я бы сказал, интересное. But I would say that the most interesting thing и самое примечательное, and the most significant, I would say, состоит в том, что две такие крупные державы, that the two great powers, как соединенныеенные Штаты Америки, и Советский Союз, and the Soviet, Условились вместе обучаться и вы полетели из Америки, а Леонов взял из Советского Союза, полетел, и вы там нашли друг друга. Человек, который умеет видеть завтрашний день. И поэтому общее мнение летчиков будущего выразил советский космонавт Леонов, когда он сказал. От имени и экипажа кораблей Союза Фолон и наших космонавтов поблагодарить вас за очень большое внимание, которое вы постоянно уделяете нашей работе. Разрешите от всей души пожелать счастья каждой семье, здоровья и успехов каждому труженику страны. И пусть пламя войны никогда более не коснется нашей земли, сказал генеральный секретарь в дни празднования 30-летия великой победы над фашизмом. В Фельсинки президент Финляндии Урха Кэкканен встречает высокого гостя. Наступил день, которого с нетерпением ждали все, кто искренне желает, чтобы пламя войны не касалось больше нашей земли, земли европейского континента. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе вступило в заключительную фазу. Генеральный секретарь лично приложил немало усилий, чтобы общеевропейское совещание завершилось успешно. Урха Кэкканен и глава Организации Объединенных Наций Курт Вальдхайм приветствовали открытие заключительного этапа совещания. Политические деятели разных стран, представляющих различные государственные системы, отчетливо понимают, что им предстоит участвовать в историческом событии, которое станет важным достижением народов на пути к миру. В американском посольстве в Хельсинки генеральный секретарь Брежнев встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Джеральдом Фордом. Политические лидеры двух крупнейших стран решили использовать и эту возможность личного контакта, чтобы продолжить переговоры. А у подъезда посольства их уже ожидали любознательные журналисты. Господин генеральный секретарь, вы выглядите очень бодрым, веселым, жизнерадостным. Вы рады тому, что сегодня начинается последний этап Европейского совещания? А вы как думаете? Что вы думаете? А что, по вашему мнению, эта конференция и это совещание даст для всего мира? А что бы вы хотели? Я хочу, чтобы Европа был мир, спокойствие. Я хочу, чтобы Европа был мир, спокойствие. Я хочу, чтобы государства жили в мире. Не вмешивались во внутренние дела, соблюдалась суверенность каждого государства. Разве это мало? Это уже немало. Выступает Леонид Брежнев. Видно полито кровью земля Европы за годы двух мировых войн. Очень важно провозгласить правильные и справедливые принципы отношений международных. Не менее важно укоренить эти принципы в современных международных отношениях. Внеделить в практику и сделать их законом международной жизни, приступить которой не дано никому. Наша миролюбивая политика направлена на это, о чем мы заверяем еще раз с этой высокой трибуны. Идеям гуманизма проникнуто решение 24-го съезда нашей партии, программы мира, одним из пунктов которым был созыв Общеевропейского совещания. Результаты состоявшихся длительных переговоров таковы, что нет победителей и побежденных, приобретших и потерявших. Это победа разума. Выиграли все страны Востока и Запада, народы социалистических и капиталистических государств, участников Союза, и нейтральных, малых и крупных стран. Это выигрыш всех, кому дороги мир и безопасность на нашей планете. Главы стран-участниц совещания подписывают заключительный акт. В этом историческом документе определены основные принципы взаимоотношений стран. Дух Хельсинки, это значит доверие, содействие военной разрядки и разоружения, сотрудничество в области экономики, науки и техники. Вместе с тем, заключительный акт, это и долгосрочная программа, широкая политическая платформа действий. Сейчас, после совещания в Хельсинки, сказал генеральный секретарь Леонид Брежнев, есть реальная возможность продвигаться по этому пути. Духу и букве заключительного акта соответствуют документы, выработанные во время встреч с первым секретарем Социалистической Единой Партии Германии Эрихом Хонекером, президентом Франции Валерии Жескар де Стенном, первым секретарем Центрального Комитета Партии Трудящихся Вьетнама, товарищем Лезуаном, президентом Федеративной Республики Германии Вальтером Шелем, президентом Итальянской Республики Джованни Леоне, Густавом Гусаком, генеральным секретарем ЦК Коммунистической Партии Чехословакии, президентом Чехословацкой Социалистической Республики. Генеральный секретарь считает, что ради блага людей, ради упрочения мира, не стоит жалеть ни сил, ни времени, говорит глава Всемирного Совета Мира Ромеш Чандра. Позвольте мне поблагодарить вас, Леонид Ильич, за вашу работу, которая так важна для будущего человечества, для счастья и мирной жизни наших детей. Я передаю вам поздравления от имени национальных организаций 125 стран всех континентов, представленных во Всемирном Совете Мира. Дорогие соратники по нашей совместной, благородной и нелегкой борьбе за мир. От души благодарю за вручение мне высокой награды президентом Всемирного Совета Мира золотой медали мира. Я вижу в этой награде признание мировой общественностью исторических заслуг нашей славной Ленинской партии, нашего государства, всего советского народа в борьбе за всеобщий мир, за свободу и счастье народов. Счастье народов Эту высокую цель ставит коммунистическая партия Советского Союза во внутренней и внешней политике. С большими достижениями наша советская страна приступает к десятому пятилетнему плану. В стране есть все необходимое и огромные запасы природных ресурсов и высокий научно-технический уровень, чтобы развиваться стабильно, не зная спадов. Созидание во имя блага человека это главное, а для созидания нужен мир. Обращаясь ко всем людям земли, Леонид Ильич Брежнев говорил, «Леонидская идея мирного сосуществования государств с различным общественным строем одерживаются новые и новые победы в умах людей и в практике международных отношений. Политика Советского Союза в Европе, как и в других частях света, это прежде всего политика мира». Гуманной цели посвятил свою жизнь генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза, которая ведет свою страну ленинским курсом мира. Грустанская партия Грустанская партия ЦК Продолжение следует...